Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Смоляков. Разберем такую тему, как вылечить гайморит. Или, точнее, насморк. Давайте назовем насморк, потому что есть множество названий. Гайморит, фронтит, танзелит, там куча-куча этих непонятных медицинских слов. Насморк по-простому. Насморк, течение соплей, или как еще можно назвать. В общем, когда у нас слизь отходит из носа, когда у нас воспалительные болезни в области носа, и когда это продолжается и продолжается, никак не закончится. Особенно это касается детей, подростков, да и взрослые с этим сталкиваются. Эта проблема, она может в конечном счете приводить к болям в голове, к различным другим нарушениям в организме, болезням. И это все может распространяться и приводить к довольно серьезным, таким плачевным ситуациям. Еще раз, чтобы правильно с этим разобраться, не как медицина, которая продает нам капли от заложенности в носу, и потом человек на них подсаживается и лечится, и лечится, и лечится бесконечно. А у нас цель, как вылечить, то есть как с этим справиться, так, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Для того, чтобы справиться с этим, нужно воздействовать на причину. Не надо лечить симптомы, не надо убирать этот насморк, потому что в конечном счете насморк это всего лишь реакция организма на какую-то причину. И пока эта причина не убрана, эта ситуация будет продолжаться. Лечить как бы ее бесполезно. Лечить это область медицины. Мы не лечим, мы убираем причину. Причина в следующем. Когда ребенок рождается, очень часто происходит такое, что первый позвонок во время рождения у него смещается. Об этом можно посмотреть у меня на канале другие видео, где более подробно разбирается этот момент. Итак, еще раз, да. Устранить смещение первого позвонка. Устранить вот этот блок, вот это вот физическое тело, ну, кость, да, которая стоит в шее, и которая мешает правильному оттоку, или точнее правильной работе лимфатической системы. Что у нас делает лимфатическая система? Когда в организме происходит какое-то воспаление, какие-то микробы попали там и так далее, да, то лимфатическая система, она нейтрализует очаг воспаления и убирает все последствия этого воспаления. То есть убирает яды, токсины, там, мертвые клетки и так далее. Все, что образовалось вокруг этого места. Для того, чтобы лимфатическая система в области носа, да и вообще головы работала как следует, нам надо, чтобы ничего не мешало движению лимфы по лимфатическим сосудам. Когда у нас первый позвонок сдвинут, он будет просто физически передавливать, мешать движению лимфы по шее дальше к выделительным органам. Поэтому, друзья мои, решение данной ситуации такое. Первый шаг – выяснить, есть ли у вас смещение Атланта, смещение первого позвонка. Второй шаг – если обнаружится, что это смещение присутствует, да, то устранить. Устранить можно у меня, либо у специалистов, которые обучены у меня, которые знают, как это делать. Ни в коем случае, друзья мои, сразу сделаю поправку. Не делайте это у мануальщиков или у костоправов, или там у других специалистов, которые не занимаются этим профессионально. То есть они что-то правят в позвоночнике, и когда их спрашиваешь, а вот вы правку Атланта делаете, или там Атлант-коррекцию, они будут, да-да, делаем. Мы еще вот таз выравниваем, там ноги поправляем. Это не тот вариант. Нужно именно специалиста, который занимается этим, да, специалиста по коррекции Атланта. Вот. Находите такого специалиста и исправляете у него ваше смещение. Все. После этого насморк либо проходит сам, либо он начинает поддаваться обычному классическому лечению, которое у нас даже, в принципе, любой медик может делать. Но в данном случае это приводит к вылечиванию. Не к лечению продолжающемуся годы и годы, а к вылечиванию. То есть проблема исчезает, и больше вы к ней не возвращаетесь. А я желаю всем здоровья. До новых встреч, друзья.